Здравствуйте, меня зовут Валентина Тень, и вы смотрите Новосцы. Испанские учителя-мужчины начали ходить на работу в юбках. И дело не в том, что сейчас очень жарко, а дело в солидарности. Данная акция называется «Одежда без пола» и была запущена еще в прошлом году, в ноябре, школьным учителем Хосе Пиньесом. Дело в том, что одного из учеников булили из-за того, что он пару раз приходил в женской одежде. И чтобы поддержать своего ученика, мужчина сфотографировался на фоне доски, в юбке и черненьком свитере. Я вам сейчас его покажу. И мне кажется, каждая вторая хотела бы, чтобы подул сильный ветерок, и юбочка пошевелилась. Вы спросите, почему эта новость, если все произошло в ноябре прошлого года? Дело в том, что эта акция вернулась на круги своя в этом году. На этот раз двое мужчин забунтовались из-за того, что их ученика булили. Из-за изображения аниме персонажей на футболке. Вот такие суппортиев и понимающие учителя работают в Испании. И также они очень смелые. И надеюсь, что они имеют какое-никакое чувство стиля. И чем-то смахивают на татушек. Я сегодня тоже пришла на работу в юбке. Каким удивительным совпадением это бы не казалось. Новости Драгрейса. За последние две недели произошло очень много скандалов вокруг этого разросшегося по всем экранчикам мира шоу. Во-первых, неслыханная новость из Австралии. Из Австралии. Во-первых, меня поразил австралийский сезон. Дело в том, что одна из участниц была замечена и призналась в том, что она использовала в своей прошлой карьере blackface. Также культурную аппроприацию. И вообще не стеснялась самовыражения за счет унижения других народов и культур. И ее прищучили. В оргруме Скарлетт начала признание перед другими участницами. Она говорит, я была молода, эгоистична и позволяла себе такие вот выступления. Никто на нее сильно не гнал. После эпизода она выпустила уже видео с объяснением и с изменением в своем инстаграме. На этом видео она вела себя, как я. Часто делала и сглатывала. Ну и прямо вот так вот по листочку рассказывала все пунктики. Типа, что я сделала такого, чтобы откупиться от этого греха. Какие тезисы она высказала. Я в этом шоу включаю хотя бы одного седьмого человека и одну трансперсону. Заставляю подписать их документ, в котором будет указано, что наша шоу-программа не одобряет российские и культурно-аппроприационные шоу. И там были еще другие пункты, где она рассказывает. Я постоянно разговариваю с такими людьми, что разговариваем о их чувствах. И я делаю очень много для того, чтобы искупить свою игну. Я стала очень понимающей и т.д. и т.п. И что хочу сказать. Ну это пятно огромное на репутации и придется ей жить с этим всю жизнь. Надо было думать головой. На этом российские скандалы австралийского драк-рейса не заканчиваются. Карен Фром Файнанс также поспешила после эпизода выкатить объяснение, изменение о том, что она имела в детстве, с детства самого имела коллекцию. Я не буду писать это слово, потому что оно считается... Это то же самое, что Эн Борт. Она имела коллекцию кукол, которые пародируют темнокожих людей. И она имела также двойную глупость набить себе татуировку с такой куколкой. Я не понимаю еще, что у человека можно быть в голове, чтобы... Ну, кто считает это смешным и забавным? Ну, видимо, Карен Фром Файнанс считала и даже денег, наверное, заплатила татуировщику, чтобы увековечить это на своей коже. Но, насколько я знаю, татуировку она уже свела или закрасила, забила. Надеюсь, чем-то... чем-то appropriate. Скарлетт мне не нравится, а вот Карен... Я считала, что она заслуживает какого-то приза в этой битве. Оказывается, она заслуживает приз за глупость. Второе место. Это еще не все. Также артиста Art Simone обвиняли в том, что она тоже там меняла цвет кожи. Но это была фотография для афиши, перефотошопленная. И они там оранжевые с другой королевой стоят. Это афиша или шоу называлось Sun Tan. То есть загар. Они выглядят как две чипсинки. Не знаю вообще, с чего люди начали дъебываться. И теперь к американской версии шоу. Участница позапрошлого сезона, Видо Вонду, была обвинена в домашнем насилии первой и второй степени. Насколько я знаю, она сейчас задержана. И залог, чтобы ее освободили, составляет 50 тысяч долларов. Изначально СМИ, такие как TMZ, начали писать именно конкретно про то, что она атаковала своего бывшего. И нанесла ему тяжелые там увечья. 14 швов ему наложили в итоге. В основном у него пострадали лицо. Потом она как-то его толкнула. Он упал и расшиб себе голову. И в общем и целом. Очень сильно пострадал. Но, как уверяет сама Видо, он проник в ее дом незаконно. То есть без ее какого-то разрешения. Она пыталась его пять раз выдворить. И он остался. И вследствие чего вызвал у нее агрессию и побои. Будем следить за развитием событий. И что же там напишет прокурор в этом деле. И заплатит ли за нее кто-нибудь половину выигрыша. Финалистки драгрейса. В интернете ходят кадры, где она в драге. И ее повязывают. И она очень агрессивно говорит, что это рейсизм. Что меня не должны... Какой-то белый парень проник в мой дом. А я попросил его уйти. Но меня арестовывают. Не знаю. Тут очень такая мерзкая ситуация. Представляете, вы приходите домой. У вас там спит какой-то мужик. И вы говорите ему пять раз. Уходи. 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 Сказал опять. И он говорит нет. И на этом новости за драгрейса. Папочка закрыта. Дело только начинается. И геозалия вклинилась в ряды бутылочек рифгоша. Дело в том, что наша любимая рэперша выпустила свой парфюм. Она говорит, что она вдохновилась дуальностью. В своем видео очень скучном и монотонном. Где она машет волосами. И у него появляется демон. Демон. Я думаю, что защупленкий мальчик. А потом оказалось, что это женственный такой силуэт. Латексный с рожками. Который в итоге ее обнимает. Вдохновлялась дуальностью. Говорит, в своей упаковке я тоже вдохновлялась дуальностью. Поиграла с текстурами. На самом деле упаковочка такая очень бедная. Простой вот такой. Вот силуэтик. Красная крышечка. Все. Мы там закончили. И сам парфюм она описывает. Как опять же такой двуличный, дуальный. Такое ей нравится слово дуальность. Дуалити. Сначала он идет такой мускусный, тяжелый, сандаловый. А потом он становится таким кремовым, ванильным. С нотками медового янтаря. Каково было мое удивление, когда я узнала цену этого парфюма. Внимание! Он стоит 4175 рублей. На самом деле звучит очень роскошно. Она работала с шикарнейшим парфюмером, который делает ароматы для Том Форд. Дольче Габбана, Хлои, Ашан и других. Сэкономила на бутылке. Все бутылки разные. Какая-то из-под консервов. В общем, как по мне, это очень даже доступный парфюм. Потому что те же самые... Ну, в общем, наверное, у Кристины Агилера и Бритни Спирсу так же стоило. Может быть, дороже. Блин. Не буду заводить... Наводить вас до самоубийства. Не буду заводить вас... Не буду вводить вас в заблуждение. Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект за дискриминацию, чего люди могут быть наказаны. В него входит ориентация, гендерная принадлежность, естественно, цвет кожи, также нетерпимость к языку и многое другое. Это просто какой-то маленький лучик света ближайших нам государствам, которые... И это дает какую-то надежду, что еще не все потеряно. Правда, Россия и Беларусь ведут себя вообще не в том направлении. Но, тем не менее, надежда есть. Так что давайте... Нам тоже нужен такой закон. Никаких преступлений на почве ненависти существовать не должно. Люди должны уважать друг друга, любить и даже немножечко ценить. Да-да, сплетница возвращается. В сети появился первый ролик, который предвещает нам возвращение сплетницы. В этот раз без тех старых героев дело будет происходить в тех же райончиках Львёрка, что и в прошлом сезоне. Но на этот раз там будет совсем новое поколение. И, возможно, какие-то кадры или ускоренное видео я могу показать. Все выглядит очень богато, сочно, люди разнообразные. В прошлом сезоне были одни белянки. И вот это вот стоит выше всего. В общем, смотрится как такая реклама Балма. И мне очень понравилось. Когда премьера, я не поверил своим ушам. 8 июля уже просто невероятно. Когда они это все втихую сняли, я вообще ничего не слышала. В тиктоке наткнулась на трейлер. И потом перепроверила информацию. И это действительно так. В общем, ждем сплетен. Ждем, кто же эта сучка на этот раз. И будет ли там альтернатива Тейлор Момсу? Такая же альтернативная девочка. С такой же дуалити, как у Едиозалии. Буквально пару дней назад на ютуб-канале «Психология звезд» вышло интервью с Аленой Пискун. Данный канал представляет из себя интервью, но с психологическим разбором персонажа, который приходит в студию. Само шоу снято, знаете, по таким, каким-то советским лекалам. Но, в принципе, женщина-ведущая приятная. Она же и психолог. И интервью было очень интересно. Она всковырнула Аленочку, как консервную банку. И из нее посыпался горошек. В этом горошке были различные травмы детские, шокирующие информации из ее молодости, планы на будущее. И рассказы про настоящее. В общем, это тотальный пиздец. Жизнь Алены. Она должна написать книгу. Почему она еще не написала книгу? Она рассказала про то, как она лежала в больнице. Кащенко. Проблемы с ненавидцами. Самоубийство молодого человека. Аборт. Изнасилование. На работе. Если кто не знает Аленочку, она работает. Ну, эскортия, так скажем. В общем, трэш. Я не понимаю, как вообще можно выжить с таким багажом. Да нет. В общем, Алена сильная. Сильная женщина. Молодец. И спасибо за откровение. Погуглите «Психология звезд» Алену Пескунову. И теперь приступаем к моей любимой рубрике. Ваши новости. Даяна Анаяд. Что делать с настойчивой патрой? Говорит, поехали на дачу. Я не хочу. А она уговаривает. Подозреваю на себе порчу безбрачия. Срочно нужна знакомая гадалка. Ну, что-то называется. Венец безбрачия. А порча. Это отдельная история. Насчет подруги. Пусть меня взовет. Я всегда за дачи. Любые. Главное, чтобы была природа и шашлычок. Что-нибудь горючее и пруд. В котором мне не дадут утонуть. Порчу безбрачия уже сказала. Ты ошибаешься. Praise the Lily. Получил смазку от друга, в которого влюблен. Может, это знак? А может, она просто просрочилась? Dima X Heavenly. Мама не разрешила праздновать прайд. Топовая картошка. Как попробовать чувство одиночества, которое ничем не оправданно? Ты знаешь, это чувство у всех, мне кажется, есть. Вот только если ты конкретно сейчас не влюблена в человека и вы друг у друга не утопаете. Все равно одиночество, даже если ты с кем-то, даже если ты там, типа, проводишь целый день в компании, возвращаешься домой, ты чувствуешь одиночество. Эта тоска, она действительно ничем не оправданна. И знаешь, мне кажется, ее не существует. Baisu Ken ABC. Думал, что беременна, но оказалось нет. Поздравляю. На одну проблемку меньше и коляску покупать не надо. И руки не будут натуржаться от того, что ты младенца носишь. Sabrishai все еще работал, на ту не взяли. Я в архуинистическом шоке нищеты. Кошмар. Сколько работ нужно перетерпить, чтобы получить что-то достойненькое. Жесть. Dark Fabricius. Не понимаю, почему фотки и видео с мейком. Дамиана имеет больше лайков, чем работ, над которыми правда старался. Намного больше. Тупой хайп. Хотела попасть в новости, и вот уже вижу, что Валентина будет их делать. Ура. Поздравляю с тем, что ты попадаешь в новости. Что за Дамиана? Дамиана? Самое классное то, когда ты получаешь удовольствие от процесса. Когда ты накрасилась, типа там, черной смоки. Ты выглядишь красиво. Людям нравится. Тебе приятно от лайков. Людям приятно глазу. Поэтому иногда лучше не стараться, типа, сделать, типа, красивый просто факт жизни. Смой свой редайс, сука. Устроилась на работу. Прочитала стать визажисткой. А стала хуём на блюде. Да не стала ты хуём на блюде. Ты стала развешивательницей вещей. Аджика 69. Наконец-то закончил 11 класс. Ещё повезло, что появилось возможно отказаться от экзаменов. Теперь, избавившись от буллинга, появилась мотивация воплощать разные творческие идеи. Видео, образы и так далее. И хочу сказать тебе огромное спасибо за твою деятельность, которая нереально вдохновляет. Спасибо большое. Очень приятно. Я обожаю комки. Какие-то комплименты. Чуть не сказал комки биша. Поздравляю с заканчиванием 11 класса. А экзамены не надо сдавать. Это вообще что значит? Ты просто ничем не будешь заниматься дальше. Ну, типа, творчеством. Окей. Сори. В общем, хорошо. Лето пройдёт. Я, верю, очень плодотворно, плодовито. Сосалка. Приветик-приветик. Снова пишу новую истеричную новость. В общем, в прошлый раз я говорил про одного парня, для которого я всё делаю. Но он ничего в ответ не даёт. В итоге я написал ему и всё разъяснил. И вышло так. И вышло всё к тому, что ему не интересно со мной. И это просто бе. Я же говорила, не тратить деньги. Всё. Мама, как всегда, права. Ой, извини. Я радуюсь просто своей правоте. А то, что парню неинтересно, это, конечно, обидно. Пошёл вон. Надеюсь, в следующий раз побалуешь нас позитивной новостью, что появился какой-то более упругий красавчик. И на этом всё. С вами была я, Валентина Тень. Вы смотрели новости. Я просил вас поставить под предыдущим видео 150 лайков. Этого не случилось. Но колёсики всё равно работают. Поэтому хейтеры, те, кто останавливает моих любимых, ставить лайки, сосите. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, было интересно, информативно. И всё. Всем до скорой встречи. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok